Здравствуйте, я Лилия Игликова. Подводные камни школьной и дошкольной медицины. Тема нашего разговора сегодня. Гости в студии зоны КИЗ Алия Абдинова, руководитель фонда Коргау HR и Ирина Бородкина, координатор Республиканского общественного объединения Казахстанский союз родителей. Здравствуйте. 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 Начнем, наверное, с одного из самых интересных пунктов. Законопроект об утверждении стандарта оказания медицинской помощи в организациях среднего образования находится на публичном обсуждении и уже обсуждение должно закончиться 17 февраля. Интересный пункт третий, обозначенный, процитирую, профилактика поведенческих рисков, связанных с употреблением психоактивных веществ. Указан как одна из основных задач и направлений деятельности организации здравоохранения. Почему? Разве это входило в обязанности школьных медиков? Да, в этой школьной и дошкольной медицине, в стандарте, он сейчас такой более такой куцый вариант. Вообще, не входило. В основном, основной упор этого стандарта оказания школьной и дошкольной медицины – это, получается, охрана психического здоровья и превенция суицида. И как раз туда включили профилактика табакокурения, профилактика психоактивных веществ – это как сопутствующие. А основным моментом является как раз-таки превенция суицида и охрана психического здоровья. То есть это скрыли, получается, психиатрию через вот эти два понятия. И эти как раз два понятия, они нашли свое отражение в статье 91 «Школьная и дошкольная медицина» в Кодексе о здоровье народа. Мы как раз об этом с вами в 2020 году, когда еще этот Кодекс был проектом, мы это обсуждали. И что это такое? Это охрана психоздоровья и превенция суицида. Это означает, что по результатам психиатрических тестов, психотестов на превенцию суицида, выявляют так называемых детей группы риска. И эти детей группы риска направляют на врачам, обычным врачам, их называют первичная медико-санитарная помощь по МСП, которые на данный момент имеют право ставить психиатрические диагнозы. Основное, на что упор делают по этим проектам, именно это диагноз депрессия, тревожность, такие так называемые легкие диагнозы. И это могут ставить обычные врачи. И в Кодексе это тоже в статье 167, это отражение получается нашло. И когда мы, даже когда Кодекс о здоровье обсуждали, мы говорим, вы понимаете, каким последствиям это может привести. И тогда, чтобы вот этот момент замаскировать, нам все время говорили, но это плюс включает, это же типа профилактика употребления табака, психоактивных веществ. То есть мы говорим, нет, это через запятую, основной упор это на вот это. И плюс в этом же стандарте школьной и дошкольной медицины, чтобы вот эта школьная психиатрия могла заработать, вот именно вот ту схему, которую я сейчас обозначила, для этого необходимо объединить психолога и медработника. Потому что согласно Кодексу и согласно должностным обязанностям, медработник должен проводить эти мероприятия. Охрана психздоровья, превенция суицидов и всякое такое. Но он не может проводить вот эти психтесты. Психтесты обучил ЮНИСЕФ с 2011 года в школах, чтобы проводил, обучили, получается, психологов. И психологи эти психтесты проводят, по результатам которого должны дальше вот эти направления идти. Но так как у психолога нет в должностных обязанностях дальше направлять медицинские организации детей, то в этом случае жизненно необходимо получается на данный момент объединение психолога и медработника, чтобы они проводили, получается, вот эту охрану психздоровья и вот все эти сопутствующие. Этот проект, он не новый, он на данный момент очень куцый. Первоначально этот проект хотели принять в ноябре 2021 года. Но там было очень жесткие нормы. Там не скрывали, говорили, там в школах должны применяться тесты ЮНИСЕФ. Сами вопросы, они были очень провокационные. В 2018-2017 году большое родительское возмущение она вызвала. Но такие были вопросы. Ты задумывался о суициде? В течение такого-то времени, такого-то времени. И ребенок, который, может быть, никогда про это бы не знал, он, получается, из этих ответов получает ответы на вопросы, что это такое. Некоторые вопросы вообще звучали как инструкция... Смерти, да. Движение к суицидальным наклонностям. Например, стоя на высоких этажах, на балконе, часто ли у вас появляется желание посмотреть или прыгнуть вниз. И прочее, и прочее. Да, или чем вы хотите вскрыть с крепкой тем-то, тем-то. И плюс, как реклама наркотических средств там была. Я когда читала, я впервые эти наркотики, названия этих таких слышала. Это вот в первоначальном варианте ЮНИСЕФ, который продвигали в 2017-2018 году, эти тесты были. На данный момент они говорят, что мы это все убрали. Основная направленность этих тестов – это выявление депрессии и тревожности. Ну, знаете, мое такое мнение, что, по сути, это продвижение фарминдустрии. Каким образом? Смотрите, документ ВОЗ, который был профинансирован двумя фармкомпаниями. Они там вначале так и говорят. Охрана психического здоровья детей и подростков называется документ. Они там благодарят фармкомпанию ЛАЛИ, Джонсон и Джонсон, за финансовое щедрое награждение за то, что они профинансировали этот труд. И основное, они говорят, в странах нужно выявлять 25% детей, как бы, ну, типа, как склон к суициду. Может быть, эти дети бы никогда не задумались, если бы эти тесты не прошли. И представьте, и теперь ЮНИСЕФ подключается. И у нас он Казахстану рекомендовал в 2018 году на одного ребенка закупать психотропных антидепрессантов и транквилизаторов на 15-20 долларов на одного ребенка. Теперь 25% возьмем, возьмем вот эти 15-20 долларов на ребенка в месяц. И даже давайте, у нас 6 миллионов детей. Давайте не будем брать 25%, возьмем 10%. 600 тысяч детей. И теперь умножьте на 15 долларов. Сколько это миллионов, а сколько в тенге это миллиардов получится в месяц. Хорошее вложение. Подготовить инфраструктуру за 10-15 лет, вложить несколько миллионов долларов на продвижение, да, подготовку психологов, оплату НПО, который будет в круглых столах в СМИ по этим темам выступать. И затем подготовка законопроектов. И все это логическое нашло в Кодексе о здоровье. Сейчас для того, чтобы этот бизнес заработал на полную мощность, этот миллиардный психфарм-бизнес на весь Казахстан, необходимо принять вот этот приказ о школьной и дошкольной медицине. Еще одну цитату приведу. Школьный психолог проводит работу по выявлению учащихся с риском суицидального поведения с использованием опросника, разработанного Республиканским научно-практическим центром психиатрии, психотерапии и наркологии, совместно с международными экспертами при поддержке детского фонда ООН ЮНИСЕФ в рамках вышеуказанной программы. ЮНИСЕФ выступает как непререкаемый авторитет. Но получается, что работа эта проводится не только через наши центры психиатрии, через Министерство образования, через Министерство здравоохранения. То есть достаточно много есть путей для внедрения всей этой политики. Знаете, как эта политика внедрялась? В 2011 году у нас был снижающий тренд суицида. На этом моменте нам сказали, нет, у вас повышающий тренд суицида. И стали со всех утюгов эти неправительственные организации говорить, что у нас повышение суицида. Неправительственные организации сразу остановлю вас, которые проплачиваются? Да, там СОРОСам или другими организациями. И затем ЮНИСЕФ говорит, а давайте мы проведем в качестве решения пилотные проекты. В пяти областях этот пилотный проект был запущен. В 2014 году на Международном съезде психиатров результат этих пилотного проекта был предоставлен ЮНИСЕФом, психиатрами ЮНИСЕФ. И дали указание, я была сама на этой встрече, дали указание нашему министерству здравоохранения поменять пять законов. И в том числе рекомендовали медикаментозное лечение детей. И в 2015 году после съезда психиатров, это в августе 2014 было, был принят приказ как раз МВД, МВД, если вот сейчас не соврать, Минобразование насколько, или Минтруда, этот приказ есть, могу сказать. Но там в открытую как раз писали, выявлять группы риска, депрессия, а у нас депрессия, согласно протоколу диагностику, более 40 психпрепаратами пролечивается. И дальше направление лечения этих детей. Давайте здесь еще один, по ходу у меня возникает вопрос, медикаментозное лечение детей или медикаментозная коррекция поведения детей? Медикаментозное лечение. Лечение от чего? От суицида. Ну то есть есть склонность к суициду. Вот еще что самое прикольное, до 2014 года искали реальные причины. Почему вот ребенок, ну вот какой-то если такой кейс был, потому что было НТ, он испугался НТ, или он поругался с девушкой, или с этот, ну то есть работали реальными причинами. В 2014 году Юнисов сказал нет. Реальная причина – это нарушение психического здоровья. Психическое – это и есть психиатрия. И, соответственно, у этих детей нужно выявлять психиатрические диагнозы для того, чтобы их лечить. И уже согласно протоколу диагностики их пролечивать. Но я когда вот изучала до 2018 года, медикаментозное еще особо не применялось. Просто и шла подготовка вот этой инфраструктуры. То есть вот эти тесты в пилотном режиме внедряли, подготавливали психологов, бахтеров суицида. Бахтеры суицида, согласно ВОЗовскому документу «Глобальный императив предотвращения суицида» называется «Основная его цель», знаете, какая вот это бахтеры суицида? Направлять на лечение. Цель бахтеров суицида. А нашим представляет, нет, это оказать помощь. На самом деле, посмотреть, есть ли какие-то показатели, и направить на лечение. Вот. И в этот момент готовилась вся инфраструктура. А в 2018 году, в январе, у нас был еще один съезд психиатров. Куда приехали международные психиатры? Наша вот республиканская психиатрическая больница в том числе участие принимала. Принимал фонд «Белем Фондейшн», который был специально создан как координатор. У него эксклюзивный договор с Американской психиатрической ассоциацией. И с нашим ЮНИЦЕФ был, который должен был координировать этот проект. И, соответственно, и деньги получать как НПО, как координирование вот этих психологов. И вот они провели в январе вот этот съезд психиатров, после которого они уже начали этот пилотный проект обновлять. И я исхожу из ответов по регионам, у меня ответы 2019 года. Уже детей в том же Костанае, например, 222 детей отправили на лечение медикаментозное. А какие медикаменты в психиатрии? В СКО вчера, где вот такой печальный случай случился, да, там тоже детей, сейчас я колеч... 102 детей было направлено к психиатрам. 39 или сколько я сейчас могу ошибаться, было медикаментозное лечение. Вы рассказываете сейчас о случае в Павлодаре? Нет, Петропавловске. Петропавловск. Ну, там мальчик, я исхожу из СМИ, он пришел в школу с топором и порубил нескольких детей. Он из информации СМИ, у него была депрессия, и он состоял на психоучете. И теперь сейчас психиатры взялись за эту тему. То же самое, как в Соединенных Штатах Америки. Говорят, это знаете почему? Потому что надо всех детей ранее псевдиагностику делать. А на самом деле причина в том, вот у меня сейчас вот целые расследования в Соединенных Штатах Америки, как только такая программа превенция суицида или программа управления гневом зашла в школы, и когда детей стали подсаживать на психотропные препараты, побочные действия этих психотропных препаратов вызывают агрессию или суицитальные наклонности. И пошла волна массовых расстрелов в школах. И прям, знаете, прям вот внедрили, через год, через пару лет пошли вот такие массовые расстрелы. И там тоже начали уводить от причины. Говорить, это потому что доступ к оружию есть, это потому что надо побольше психиатров, психологов в школах, это потому что надо школы вообще закрыть для родителей, для всех. А что хотим, там будем творить, да? То есть то же самое было. А у нас оружия нет, у нас это служить может и топор, и молоток, и хоть любые предметы. Но причина в чем, если у него была депрессия, на основании какой программы ему была поставлена, какие психопрепараты он принимал, что школьника, ну, как бы, сподвигло на этот шаг. Но если посмотреть США, и это не просто там какие-то голословные статистики, да, а это подтверждено и судебными, и уголовными делами, что психотропные препараты, они вызывают агрессию, либо суть детальной наклонности. И это в препаратах, даже в тех препаратах, которые у нас применяли по этому пилотному проекту, в аннотациях это и написано. Вот. И вот такому может, получается, привести. Но самое основное, я сейчас думаю, об этом Ирина расскажет, теперь вот это психфарм-бизнес, да, о котором я уже сказала, это миллиардный бизнес, который все хорошо шло, законодательно база готова. Последнее, это принять, получается, чтобы вот эта вся инфраструктура на весь Казахстан заработала, это объединить психолога с медиком. И следующее, чтобы родитель не мешал. А чтобы родитель не мешал, потому что родитель, он за своего ребенка порвет, да, если он будет знать правду, к чему это все может привести, он будет говорить, что за тесты вы моему ребенку проводите, А куда результат? А, собственно, чтобы родители не мешали, первые шаги к этому уже были сделаны и прописаны в Кодексе о здоровье народа. И тогда уже, помните, поднимались вопросы, что и медикаментозное лечение, скажем так, назовем это лечение, можно оказывать без уведомления родителей. И консультации психологов школьники могут получать без ведома родителей. Сейчас что происходит, Ирина, расскажите нам, пожалуйста, Обязательно ли ставить в известность родителей по всем пунктам, по всем действиям, которые проводятся с детьми, в том числе и с раздачей опросников? На самом деле очень интересный вопрос. И немножко мы отойдем от школьной медицины. Все НПА, которые в последнее время были приняты, они связаны между собой. То есть если школьная медицина говорит, что школьный медработник может, вот в последней редакции, там это звучит так, проводить вакцинацию в соответствии с календарем прививок после получения информированного согласия родителей. На самом деле это большая победа, потому что вот этой фразы не было ни в одном до этого приказе. То есть было, да, около семи, ну вот раз, два, три, четыре, пять опубликованных на ЕГОВ вариантов стандарта школьной медицины. И ни в одном из них не было такого прямого указания, что после сбора информированного согласия родителей. Были варианты... А почему было пять этих вариантов опубликованных? Наверное, много негативных отзывов? Да, смотрите, первый вот в ноябре 21-го года, который вышел, в котором был огромный пакет полномочий дан школьному медработнику. То есть и витаминизация, и стоматологические кабинеты в школах, где стоматологические врачи могли лечить детям зубы. Как родитель я сразу думаю о том, что у моего ребенка аллергия, каким обезболивающим его уколят, какая реакция у него будет, какая реакция у него будет на витамины. То есть меня это волнует. Какое качество лечения будет? Какое качество лечения, да. Потому что любое лечение нужно согласовывать с родителем, насколько я понимаю, если это касается стоматологии. Да, а вопрос об этом не стояло. А можно начать его лечить. И это долговременный процесс. В том-то и дело, что в первоначальном варианте было точно так же, что упоминалось, что школа содействует в сборе информированного согласия родителей. Все. Про согласие родителей больше не было ничего. Также, получается, родители возмутились. В Алма-Ате только мы собрали около 300 подписей за один день. Мы отправили эти вместе с письмом, мы отправили в Министерство юстиции с требованием приказа вернуть на доработку, либо отменить. Нас услышали, да, приказ был возвращен на доработку. Это было в ноябре 2021 года. Дальше, 10 марта мы узнаем, что организована Минздравом рабочая группа, нас туда включили, было заседание. И тот вопрос, который волновал меня в первую очередь, что Министерство здравоохранения не имеет права разрабатывать стандарт процедуры. Потому что стандарт процедуры – это правильно сделать укол. Как, например, какие там препараты от туберкулеза, как медсестра должна там мыть руки. А дети, или стандарт еще разрабатывается по профилю заболевания. То есть на туберкулез один, на корь краснуху паротит другой и так далее. А дети не стандарт заболевания. И сами представители Минздрава на этой встрече, у нас есть запись на YouTube-канале Союза родителей, они признали, что Юра Делым сказал, что они сейчас не вправе разрабатывать стандарт. 10 марта, значит, это заседание прошло. Нас включили в рабочую группу. Но рабочая группа была достаточно такой тихой. То есть меня, как родителя, интересовало в первую очередь, что получил Минздрав полномочия для разработки такого приказа. И у школы, когда он эти полномочия получил, чтобы туда включили согласие родителей. Про полномочия нам очень долго никто ничего не отвечал. Хотя я дальше не давала. Нас требовали свои предложения. Я дальше никаких предложений не давала, потому что это основополагающий вопрос. Если Минздрав имеет право разрабатывать этот стандарт, мы будем участвовать дальше в его разработке. А если Минздрав не имеет права, вы сами это признаете. Каким образом мы можем с вами вместе разрабатывать то, на что вы не имеете права? В данный момент это тоже незаконно получается. Да, мы так и не получили ответа, на каком основании Минздрав разрабатывает стандарт школьной и дошкольной медицины. Вообще основания, если поискать, то можно найти их, и они ведут все в определенные двери. Например, ВОЗ пишет на своем сайте, наиболее распространенными нарушениями, влекущими за собой суицидальное поведение, является депрессия. И вот вы, Алия, пишите об этом. Пишите, что согласно протоколу диагностики и лечения, депрессия без психотических симптомов. Это состояние патологически сниженного настроения, различной степени тяжести, без психотических симптомов. Если симптомов нет, от чего лечить детей? Для чего назначаются эти сильные психотропные препараты? Как эти препараты могут назначаться? Без согласия родителей. Ведь сейчас и обращение к психологу с определенного возраста возможно в анонимном формате. Без согласия и без ведома родителей даже. То есть получается, что и прием каких-то препаратов возможен без ведома родителей. А эти препараты имеют, насколько я знаю, очень много побочных действий. Да. По депрессии. Как это получается? Вообще, здесь противоречие идет законодательства. В любом случае, всегда должны брать информированные добровольные согласия родителей. Я хочу всем зрителям сказать, те, кто нас слушает, стойте на своем добровольном информированном согласии. Даже если какая-то статья вам говорит, что может ребенок обращаться, вы можете. Это предусмотрено в Конституции 27. Это преимущественно право родителя. Это в Кодексе о браке и семье предусмотрено. Это статья 78, кажется, Кодекса о здоровье народа тоже предусмотрено. Но есть статья 92, Кодекса о здоровье народа, где говорится, что десятилетние с десяти лет могут обращаться за конфиденциальными, психиатрическими и репродуктивными услугами. То есть это вот статья 92. Репродуктивные тут при чем функции? Репродуктивные. Вообще первоначально, когда проект Кодекса зашел в парламент, вот это слово репродуктивного здоровья, там вместо него был секс-просвет. Там в школьной и дошкольной медицине там было правильно сексуальное просвещение, как-то вот так вот звучало. И мы тогда говорили, а что это такое? И мы когда подняли документы ЮНЕСКО, там еще вообще возраста не было. Это мы общественность добились, что с десятилетнего возраста. Там было вообще с нулевого возраста. И мы такие, как-то? И вот общественники подняли документы ЮНЕСКО по репродуктивному здоровью. Оказалось, что там учат чуть ли не с младенчества, что ты не мальчик, не девочка, что как правильно мастурбировать. К сожалению, приходится говорить такие слова, да? Как, что могут быть однополые браки, что ты можешь сменить пол. И с десятилетнего возраста, когда уже идет вот эта репродуктивная часть, как бы, ну, девочек становиться девочками, да? Гормоны начинают мальчиком, мальчиком. С этого возраста уже можно пить гормональную терапию для, в последующем, для смены пола. Это в западных странах. Это вот руководство ЮНЕСКО, по которому руководствуются все страны. И когда к нам вот это слово репродуктивный секс-просвет вот это зашел, мы говорим, ребята, где гарантия того, что вы потом вот это руководство ЮНЕСКО не потянете к нам в Казахстан. И тогда к нам на встречу типа пошли и сказали, хорошо, тогда с десятилетнего возраста. Но это десятилетний возраст, это самый опасный возраст. Это когда уже гормоны созревают. Когда мальчик становится мальчиком, девочка девочкой, да? Если вот смотреть. И вот с этого возраста могут обращаться за конфиденциальными услугами. И в 20-м году, в сентябре, он был на НПАГО, где-то в ноябре, был принят как раз по вот этому репродуктивному и психиатрическим услугам приказ, где молодежные центры здоровья могут оказывать, получается, вот эти услуги. Там тоже не было слова «согласие родителей». И мы, общественность, добились, чтобы хотя бы туда включили согласие родителей. Но понимаете, это как можно интерпретировать? Это можно интерпретировать, но тут же написано «конфиденциальное». И там написано, что ребенок может самостоятельно обратиться. Ну вот он обратился. И теперь, и получается здесь вот как раз попытка обхода согласия родителей. — Девочки, мальчики в 10-летнем возрасте знают, кто они, девочки или мальчики. По вашему мнению, вот эти вот опросники, могут ли поубавить в них уверенность, если задавать такие вопросы, кто тебе нравится, хочешь ли ты поцеловать свою подружку, когда ты на нее смотришь? А ведь и такие вопросы встречаются. Но есть у нас еще и предмет такой, который называется «глобальные компетенции». И есть у нас еще и теория о существовании великого множества гендеров. Просто бесконечного количества гендеров. Вот эта вот вся информация может в нежном возрасте сбить девочку или мальчика с правильного развития и подтолкнуть на очень опасный шаг какой-то анонимной консультации у психолога и начало приема гормональных препаратов. Ну, думаю, что может. Во-первых, сейчас со всех сторон льется пропаганда. Но самое страшное, самое страшное, что 16 сентября 2022 года приказом Министерства образования был утвержден предмет, школьный предмет, который называется «глобальные компетенции». И более подробно об этом может Ирина рассказать. Она его полтора месяца прям все это изучала. И там был раздел, где как раз говорят, что гендер – это не пол. Пол, то есть биологический пол – это бинарный. Би – это два, то есть мужчина – женщина. А гендер – это не пол. Это социальный пол, конструкт, то есть конструируемый. Я сегодня себя конструирую, ощущаю себя как мужчина, а завтра как женщина, а послезавтра вообще непонятно, кто я. Вот. И там в этом предмет есть. И там же детям уже хотят учить или уже учат, что ты можешь быть агендером. Что такое агендер? То есть ты можешь быть бесполым существом, мальчиком или девочкой. Это школьный предмет. И вы представляете, если будут преподавать этот предмет, то, понимаете, если, ладно, ты там в ТикТоке, это как бы, ну, ладно, там в ТикТоке какие-то это, да, ребенок, потому что семья у меня, мама, папа, они меня хорошо воспитывают, как-то они к этой пропаганде могут быть неподвержены. А если этому в школе учить? Ирина, насколько я поняла, в этом предмете глобальной компетенции есть очень много ссылочек в брошюре. И эти ссылочки, вот как раз все зло таится в ссылках, а не в самом предмете. Ну, на самом деле, смотрите, все зло-то, оно очень размазано и замаскировано. То есть, во-первых, да, переходя по ссылкам, то есть есть ссылки на видео уроки здорового образа жизни киргизских коллег наших, где, опять же, в 17-минутном ролике есть там 2-5-секундная фраза о том, что влечение к своему виду гендера – это нормально. Вот. И предмет-то опасен тем, что вроде бы, рассказывая о стихийных бедствиях, к ним приравнивается буллинг. Да. Вроде бы, рассказывая о семье, детям дается информация о том, что более 40% насилия происходит в семье. Семьи, которые сейчас имеют детей, им труднее выживать в этом мире, потому что, ну, там, катаклизмы, экономика меняется. Вот. И на самом деле, опять же, вот этих глобальных компетенций, то есть методических рекомендаций, было три варианта. Первый вариант, который содержал вот про агендеров, да, про… Там потом есть очень много примеров в медиа и финансовой грамотности, например, примеров, что вот выиграл в лотерею, пил, пил, гулял, наркотики, покончил жизнь самоубийством. Шестой класс. Это сколько? 12 лет, да? Для чего детям эти примеры? Кто им еще? Просто страшно, что школа сеет разумное, доброе, вечное. И получается, на вот этой волне школа маленькими фразами из-под воль рассказывает о том, что ты можешь быть агендером, что в семье большая часть насилия происходит, что семьи, имеющие детей, им сложнее жить в жизни, что браки по любви на Востоке в древности считались родовым позором. Ладно, 9 класс, 14 лет, но ребенок пришел, да, и понимает, что его мама с папой поженились по любви. Для него это было вот сегодня день Валентина, ну, как бы день влюбленных, да, для него это было как романтическая история. А в школе ему сказали, что это считалось родовым позором. Как? И вот это страшно. Вообще в том же разделе медиаграмотность, мы говорили в прошлый раз в этой студии об этом, есть интересное задание для детей, выбери себе кумира из блогеров. А кто у нас сейчас номер один? Инстасамка, конечно же. И, понятно, ориентиры, если эти ориентиры еще и поощряются в школе, то я не знаю, для чего тогда воспитание в школах. По поводу медиаграмотности, в 2018 году фактчекеры Сороса хвастались у себя в Фейсбуке, что они разработали разделы по медиаграмотности для Казахстана, и эти пособия, они были утверждены Министерством образования. Возможно, эта часть как раз зашла оттуда. И если же посмотреть вот сейчас в России, но они там боятся, как глобальные компетенции запустить, они его разговоры о важном. Вот там тоже в медиаграмотности они засунули тоже вот этот, выбери себе кумира, и там Крида показывали. И Крид их на свой телеграм-канал, и где в телеграм-канале показывают всякие непотребства. Вот это получается, вот эта глобальная компетенция, это основное посягательство на родительство. Каким образом? Потому что школа, это которая дает образование. Родитель, у него преимущественно право воспитания. Родитель воспитывает своего ребенка. В нем воспитывает любовь к родине, любовь к семье, уважение к старшим, вот это взаимоотношения в семье. Потому что семья – это сильная ячейка, где закладываются вот эти основы. Оттуда, как росток, как почва, ребенок растет. А тут получается, вот эту подмену на себя забирают такие предметы, как глобальная компетенция, которые говорят, что извращенцы – это норма. Ты тоже можешь пополнить ряды этих извращенцев. Что, как его, семья, зачем строить семью, если там насилие происходит. И таким образом… Но есть еще и более хитрые схемы. Например, буллинг – очень модное слово. В последнее время буллинг – это плохо. А откуда пришло это слово? Смотрите, вообще… Как это? Формула – это сама правильная. Буллинг – это плохо, но… Да. Жирное но. Вообще самое… Вот знаете, что самое прикольное, это вот с первой темой возвращаемся. Когда начались расстрелы в школах Америки из-за побочных действий психотропных препаратов, тогда начали говорить, нет, ну фармбизнес, им же не нужно бизнес терять. Они говорят, это потому что из-за буллинга. И начали развивать тему буллинга. И когда мы посмотрим документы, международные документы того же ЮНЕСКО, ЮНЕСКО в ООН отвечает за образование. И там две трети документов посвящено к тому, что буллинг – это для легализации секс-меньшинств. Каким образом? Потому что секс-меньшинство больше всего подвергается вот этой травле. И, соответственно, нужно, чтобы учителя учили, что вот эта гендерная идентичность, гендерная идентичность – это и есть секс-извращение. Ну вот эти 68-72 гендера. И как они говорят, в мусульманских странах мы его должны не как гомофобный буллинг, а как гендерный буллинг. Ну то есть потому что все будут думать, что это женщина-мужчина. А на самом деле это про секс-меньшинство. И учителя должны учить, что секс-меньшинство – это норма, и, соответственно, нельзя их буллить. Это вот первая цель понятия буллинга. И как они говорят, в мусульманских странах или в тех странах, где вот этих секс-меньшинства не признают, нужно сперва принять понятие буллинга. И, по сути, это первый шаг к легализации секс-меньшинств. Даже если в самом понятии про это говориться не будет. Но в документах это все говорится. Теперь вторая цель, опять же, – это психиатрия. Потому что там говорится, а давайте мы будем выявлять детей, ну вот тот, кто агрессор, мы ему будем гиперактивность. Это уже в ВОЗовском документе и тоже в документах ЮНЕСКО. А те, кто потерпевшие, опять депрессия. Протоколы диагностики там-там посмотрим. Какие препараты? Всех препараты. Вот. Третья цель, третья цель – это вмешательство в дела семьи. Мы придем и вашу семью, если ваш ребенок кого-то, и вашу семью. И будем вас учить, как правильно жить и воспитывать своих детей. И вот здесь уже вот этот плеяду социальных работников, которую ЮНЕСЕФ в 2019 году проплатил, и сейчас их полным ходом внедряют в школы через вот эти вот приказы, через психолого-педагогическое сопровождение, сейчас через социальный кодекс, вот эти НПО, вот это все. Вот. И вот этот контроль над семьей. Вот что означает на самом деле буллинг. Само понятие буллинга, травли, да, унизительные действия. Ну вот, если я сейчас на вас буду вот так, например, смотреть, и вы оскорбились, к примеру, да, а я, может быть, просто сидела о чем-то своем, думала и на вас о чем-то таком вспомнила, посмотрела. А вы это восприняли, и вы все, и второй день, ну, у меня такая особенность. Я смотрю, и вы это идентифицировали, что это как буллинг, понимаете? И все, и вот эта вся машина закручивается. Вмешательство дела семьи, и там вот эти правила буллинга, которые приняли, там опять согласия родителей нет. Но на самом деле я не понимаю, как можно запустить эту репрессивную машину из-за одного или двух взглядов. Можно. А смотря, нет четкого определения. Потому что буллинг у нас в законе определяется как систематические действия унизительного характера два и более раз. И там дальше травлят, что подразумевается под словосочетанием действия унизительного характера. Мы посылали запросы, мы спрашивали у разработчика этих правил Ержана Жринбая, мы спрашивали у Министерства просвещения, нам никто не дал ответа. Я так понимаю, Союз родителей Казахстана, организация очень активная. И вы посылаете много запросов, вы стараетесь мониторить ситуацию во всех школах, во всех регионах Казахстана. Что вы можете сделать? Как вы можете остановить? Вы же видите, какие процессы запущены. Вот мы тоже часто над этим думаем. И смотрите, что мы сейчас уже сделали. Мы изучили правила психологов, вот эти новые, которые пришли. Опять же, где? Вот сейчас очень важный момент, можно проговорю, потому что еще это мы никуда не выносили. В правилах психологов согласие родителей прописано. Но прописано очень интересно. Написано так в пункте 13, что психологические тренинги, консультации, работа, психолого-педагогическое сопровождение с ребенком проводятся с согласия родителей или законных представителей на основании приказа номер 93 типового договора со школой. Есть у нас типовой договор со школой, о котором родители не все знают, не все школы его заключают. Не каждый родитель даже вообще в глаза видел, что это такое. И не каждый знает, что этот типовой договор в двух экземплярах и один должен лежать у него дома. И опять же, еще меньшее количество из этого не каждого знают, что там в приказе номер 93 был прописан пункт 5, где было сказано, что психологические тренинги и т.д. согласие родителей. Но в 2019 году вышел вместо этого приказа 93 приказ 611, где эту фразу убрали. И получается, что в правилах психологов идет отсылка к старому приказу, понимаете? А по новому приказу этой фразы нет. То есть согласия родителя нет вообще. И что мы сделали? Мы изучили это все. Во-первых, мы объясняем родителям. То есть видео записываем, памятки делаем. Что в таком случае делать? Что вы идете в школу, вы просите свой договор. Мы сделали пример протокола разногласий. То есть как это можно исправить, внести на основании каких статей. Мы разработали текст заявления отказа. То есть мы предусмотрели, вот или я помогла, мы предусмотрели все, что можно. То есть турникеты, биометрия, прививки, тесты, суицид. Ну вот все предусмотрели, что бывает в школах. Родитель либо отказывается по нашему шаблону от всего, либо берет для себя что-то, что ему нужно и пишет отказ. И мы информируем родителей. То есть у нас есть Инстаграм, у нас есть Телеграм-канал, где мы все эти заявления и памятки размещаем. И я всегда стараюсь говорить родителям, что приучайте школу к тому, что сначала они обращаются к вам по любому вопросу. А потом уже с вашего разрешения они могут что-то сделать, ну как бы как-то взаимодействовать с ребенком вне учебного процесса. И каждому родителю это нужно запомнить. Сначала родитель, а потом с родительского разрешения и все остальное. И подводя все-таки к какому-то выводу наш разговор, Алия, я хочу задать вопрос вам. По вашему мнению, какие процессы на сегодняшний день запущены, как это работает, какие ориентиры существуют, чтобы понимать все-таки общую картину? То есть, с одной стороны, понятно, что ЮНИСЕФ, Всемирная организация здравоохранения, международные фонды, которые поддерживают одно направление, с другой стороны, родители учеников, которые, ну, большинство даже и не знает о тех процессах, которые сейчас идут, и вот не знают о тех подводных камнях, помните, мы обозначили тему нашего разговора. И, к сожалению, приходим к выводу, что здесь большую роль играют деньги. Да. Ваше видение. Знаете, когда я вот с 30 января подписала серию постов, делала исследования, и изучая, я увидела в международных документах, в том числе на Казахстан, например, отчет ЮНИСЕФ 2018 года, приказы, которые были на Казахстан, они там свои цели в открытую пишут. И когда мы, вот мы в прошлом году, вот вместе с Казахстанским союзом родителей, когда встречались с депутатами или же с тем же в рабочей группе Министерства здравоохранения, мы им говорим, вот же, они говорят, нет, этого не может быть. Мы говорим, вот, это на Казахстан написано, вот, вот эти статьи, которые это позволяют, и это может привести к таким последствиям, как в той же США, и вот уже вчерашний случай показывает. Они не видят, по вашему мнению, или не хотят видеть? Знаете, у меня такое ощущение, что вот эти исполнители, вот, знаете, вот, как вам задача поставлена, вот, я ваш руководитель говорю, к этому сроку нужно, чтобы этот приказ был принят, и все. То есть, и вы говорите, я маленький человек, я выполняю задачу, что вы мне отставили, достали, и относятся к нам, к родительскому сообществу, как, знаете, вот, как помехи, которые вот, ну, вот поставлен у меня дедлайн до вот этого срока, и вы мешаете. Может быть, есть те, кто знает всю эту картину, и которые будут выгодоприобретателем. Честно, я пока не знаю, кто это, но я думаю, что есть несколько, потому что в Возовском документе по охране психического здоровья детей и подростков там написано, ставку делать в странах, в стране, на влиятельного политика, либо на группу влиятельных политиков, которые продвинут этот проект и будут выделять щедрое финансирование вне зависимости, кто стоит у руля страны. И это прямо в открытом прописано в Возовском документе. Возможно, есть какие-то влиятельные политики, через которых все это двигается, мы о них не знаем. Но мы встречаемся с исполнителями, которые к нам относятся как помехи. Вот. Теперь, что я бы порекомендовала родителям. Идет попытка попирания добровольного информированного согласия. Проводят вот эти психтесты без согласия родители, родители на это глаза закрывают. Проводят вот эти семинары по тому же буллингу, глаза родители на это закрывают. Глобальная компетенция – то же самое. И уже, знаете, когда это как своего рода проверяется, насколько можно попирать права этих людей. Чем больше можно попирать, тем дальше это будет продолжаться. И тогда, а мы можем и без согласия родителей. Поэтому во всех этих документах цинично убирается согласие родителей. Благодаря родительскому сообществу мы чуть ли не силой возвращаем вот это согласие родителей, чтобы это все делать. Поэтому рекомендация родителей. Все, что не относится к образованию, вот как Ирина сказала, на все это проверять. Что за тест? Куда результаты теста пойдут? Что за программа? Куда мои персональные данные моих детей уходят? Что за семинар? Для чего? Какова цель? Хочу узнать. И только согласие родителей. Потому что в западных странах и Соединенных Штатах Америки, когда родители не держались за свое добровольно информированное согласие, знаете, к чему привело? К тому, что детей не запускали в школу, если они не принимают психотропные препараты. И родители лишали родительских прав, обвиняя их пренебрежение интересами ребенка. У твоего ребенка диагноз, а ты его не лечишь психотропными препаратами. Мы твоего ребенка заберем в профессиональные приемные семьи. А профессиональная приемная семья получит в 2-3 раза больше денег, чем он бы получал за обычного ребенка. А за особенного ребенка он получит больше денег, и ему все равно. Давайте ему препараты, это же не его ребенок. Притом, ребенок будет кочевать из приемных семей. Вот он у меня сейчас месяц у нас побудет, потом дальше пойдет. То есть ему уже все равно, пока там родитель судится и доказывает, что он не верблюд, в этот момент ребенок кочует. И, кстати, Казахстанский союз родителей в прошлом году 3 случая отбил. Когда девочку изъяли из семьи, где 6 детей, 6 детей, девочка 16 лет. Психолог спросил, а есть насилие у тебя в семье? Она говорит, да, вот я вчера дома не хотела убираться, мама камень кинула. А камень это камушек был. Я говорю, остановись, куда ты побежала? Она убегала, не хотела дома убираться. Она про это сказала. Шестерых детей, в том числе, грудного ребенка забрали. Мать хотели психушку. Отец, он там от горя, он уже хотел вздернуться. У них, они вообще баути, это простые. Обычно Аулден Адамдара, они вообще в шоке были. Пока Казахстанский союз родителей не подключился, все родители не собрались деньгами, и мы не отвоевали вот этих детей. Или вот в Аксу девочка тоже пожаловалась, ой, там с мамой поругалась в 15-летии. Сейчас я маме покажу. Позвонила служба вот этот телефон доверия, тут же приехали, забрали. Через суд мы, союз родителей, добился возврата девочки, и более того, чтобы эту семью как неблагополученно не поставили. Ну то есть это уже у нас это идет. И вот в западных странах вот так за пренебрежение интересами ребенка. И пытаются вот это понятие впихнуть везде. И в закон о семейно-бутовом насилии хотели его впихнуть, в частности депутат Тимашева. Хотели вот этот первоначальный проект школьной-дошкольной медицины, хотели туда. Потом приказ о педиатрической службе. То есть им нужны вот такие размытые формулировки, для того, чтобы вот размытые формулировки насилия, пренебрежения, для того, чтобы родителей заставлять выполнять. То есть у родителей за каждую этот будем забирать, а в приемных семьях что хотим с ними делать. И чтобы вот этот весь механизм не запустился, мы сейчас стоим, по сути, на его завершающей стадии. И три года родители, вот несколько активистов его держат, понимаете? И чтобы вот этот не хлынуло, и вот эта схема не заработала как часы, для этого родителям нужно держаться за свое добровольное информирование, на согласие. И первое, если без вашего согласия провели какие-то манипуляции в школе, как раз союз родителей занимается случаем. Вы можете обратиться в союз родителей, дальше они уже будут судиться и доводить до ума. И все же сейчас мы уже говорим не о деталях, а об общей тенденции. Я понимаю, что вопрос очень неприятный, но повторю, уже постараюсь повторить его в другой форме. Почему, как вы считаете, 8 марта митинги, когда по стране в целом запрещены и никак не одобряются нашими акиматами, почему представители секс-меньшинств свободно разгуливали по городам? Большой вопрос, большое лоббирование, я думаю, что большие вложения денег, и я думаю, что боятся международных организаций, это чисто мое мнение, возможно, санкции, что вы тут секс-меньшинство дискриминируете и всякое такое. И так как там мощное лобби, там работают очень сильные маркетологи, которые, так скажем, не одну страну прогинали, да? И поэтому вот эти все маркетинговые ходы, те законопроекты, которые даже принимают, там стоят хорошие маркетологи. Это, по сути, это бизнес-план на страну. И этот бизнес-план, он прописывается очень искусными маркетологами. Вот у них законопроект семейного бытового насилия не смогли не принять в 2021 году, общественность эта. Они сейчас его раздробили, пытаются отдельно. Сейчас какой-то фонд германский его проплатил сейчас в трех городах пилотный проект, запускает, опять же, психиатрический проект этих мужчин направлять на психиатрические лечения, да? То есть, как это маркетолог? Не получилось общий? Будем делить, дробить. Ну, то есть, это маркетинговый ход. И я хотела все-таки вернуться и к родителям послание такое. Чтобы это все не запустилось, чтобы не заработала вся вот эта вот машина, да, она кажется безумной, она кажется нереальной. Но анализируя то, что происходит, какие законы у нас принимаются, да, какие приказы, инфа, и то, что, смотря вот то, что было на Западе, да, мы видим, что она начинает работать. Чтобы этого не было, родители, просто интересуйтесь своими детьми. Спросите в школе, что хотят вашим детям преподавать. Может быть, это банально, но это единственное, что мы сейчас можем сделать. Встать между этой машиной и своим ребенком и защитить его. Спасибо вам за интервью. Спасибо и вам.